Эмили в Париже вернулась с четвертым сезоном спустя полтора года. Следует свадьба Габриэля и Камиллы, которая не состоялась. Начала через три дня после финала, где Габриэль станет отцом, а Далфи ушел от Эмили, и драма стала главной темой первой части сезона. Драматический финал пяти эпизодов, когда казалось, что все будет хорошо для Эмили, давайте погрузимся в сериал и проанализируем, что мы можем извлечь. Что взять с собой из этого? Вот объяснение концовки первой части четвертого сезона «Эмили в Париже». Это видео содержит спойлеры. Концовка объяснена. Сезон сосредоточен на выборе Эмили между Альфи и Габриэлем. Во время бала Маскарада она выбрала того, кого всегда считала больше любимым – Габриэля. Хотя Камила этого хотела. Жизнь с Габриэлем и Софией в его квартире из-за ожидания ребенка оказалась сложной, особенно когда они вспоминали прошлое, а Эмили чувствовала себя лишней в некоторые моменты. Однако она донесла владельцу о трех жильцах в квартире, из-за чего Камила и София переехали в пустую квартиру напротив, показывая, что, похоже, Габриэль и Камила не смогут быть порознь, что беспокоило и Эмили, и Софию. Финал, названный «Обман зрения», соответствовал теме серии и, похоже, продолжится в части второго сезона 4. Началось с того, что партнер Люка Марион оказалась не способна выдавать звезды Мишлен, и Габриэль не приблизился к получению, но в итоге Камила узнала, что на самом деле не беременна, и что тест, который она сделала, показал ложноположительный результат. Даже узнав правду, она не сказала Габриэлю, отказавшись от вина и сославшись на беременность. Думаю, она поступила так, понимая, что без ребенка Габриэль навсегда уйдет из ее жизни. София ушла от нее, желая жить в Афинах подальше от Габриэля. Камила бросила Габриэля у алтаря в конце третьего сезона, и он был готов начать новую жизнь с Эмили. Они признались друг другу в любви и были счастливы, пока Камила смотрела на них в слезах. Ее жизнь начала рушиться, и единственный выход – лгать и обманывать Габриэль. Это может стать причиной проблем между Габриэль и Эмили во второй части, так как Камила, вероятно, продолжит притворяться беременной, требуя внимания, и в итоге отдаляя его от Эмили. Это может отдалить его от Эмили. Камила могла бы уехать в Афины к Софии, но она, похоже, сомневается в этом. Она сказала, что ее жизнь в Париже, и, видимо, хочет остаться с Габриэль. Что касается Эмили в конце, для нее все складывалось идеально. Она помогала агентству привлекать клиентов, ее жизнь была спокойной с Габриэль. Драма возникла лишь, когда ей пришлось выбирать между Габриэль и Альфи, с кем она хотела быть, и, думаю, она не лучшим образом дала ему отставку, ведь они не общались до конца сезона. Со всеми новостями сезона о том, что отец Николая Луи был уличен в неподобающем поведении с женщинами в GVMI и ради их повышения, мы видели, как это повлияло на отношения Минди с Николаем. Когда Минди пела с Бенуа, казалось, между ними может возникнуть романтическая искра в следующей части сезона. Бенуа смотрел на нее так, будто испытывал чувства, а Люк сказал, что такую химию не подделаешь. Думаю, там сформируется любовный треугольник, и Минди придется выбирать. Отношения Габриэль и Эмили, скорее всего, тоже подвергнутся испытанию. И после тизера второй части четвертого сезона, который мы увидели в конце, вполне возможно, что появится новый мужчина – Марчелло. Так что любовный треугольник может стать главной темой части 2. Габриэль оставил Эмили на вершине горы и пошел за Камиллой. Ему стоит понять, что у него есть, пока он снова это не потерял. Мой отзыв о первой части четвертого сезона. Я считаю, что первая часть этого сезона была довольно хорошей, но темп повествования казался немного торопливым. Думаю, это потому, что им нужно было создать клиффхенгер в конце пятого серии, вместо обычной структуры из десяти серий с концовкой, держащей нас в напряжении. Так что в этом сезоне было меньше пространства для развития. Видимо, поэтому Эмили так быстро переключилась с Альфи на Габриэля. Странно, что в первых двух сериях она была без ума от Альфи и хотела вернуться к нему, а потом вдруг выбрала Габриэля. И после этого мы вообще не видели Альфи до конца сезона. Заставляет меня сомневаться, появится ли он вообще в части 2.4 сезона. Хотя Эмили, Габриэль и Камилла были в центре этих пятей серий, второстепенные персонажи отошли на задний план больше обычного. Кажется, мы мало видели Джулиана и Минди в развитии их собственных сюжетных линий. Я думал, мы увидим больше о пути Минди к Евровидению, ведь это было важной темой в конце третьего сезона. Надеюсь, мы увидим больше об этом, когда шоу вернется во второй части четвертого сезона. Люк, пожалуй, один из моих любимых персонажей в шоу. Его чувство юмора безупречно. Он не похож на других и единственный, кто заставляет меня смеяться вслух своими репликами. Саундтрек в этом шоу отлично дополняет эпизоды и сцены, которые мы смотрим. Выбор музыки часто отражает происходящее, позволяя эмоциям выплеснуться и зрителю прочувствовать замысел режиссера. История разоблачения Луи и его влияния на Сильвию, по-моему, пострадала из-за темпа пяти эпизодов. Сильве потребовалось много мужества, чтобы рассказать свою историю репортеру, и хотя это привлекло внимание, я чувствую, что значимость ее поступка не получила должного акцента и внимания. Это разочаровывает. Что я считаю досадным упущением. Кроме того, сюжету не хватало глубины помимо отношений Эмили с Габриэль. Даже проблемы на работе решались быстро. И никогда не было угрозы ее карьере или долгосрочных последствий. Так что сюжет местами был довольно поверхностным. Что касается актеров, все они, на мой взгляд, показали сильную игру. Лили Коллинз в роли Эмили, персонаж, который нам полюбился за последние годы. И в этом сезоне ничего не изменилось. Весь каст подхватил своих героев там, где закончился третий сезон, убедительно играя и передавая эмоции. В целом, я считаю, этот сезон получился неплохим. Думаю, были проблемы с темпом повествования, но это скорее из-за структуры в пять серий вместо десяти. Так что, надеюсь, во второй части сезона это исправят и все может измениться. В остальном, сезон остался верен предыдущим трем, и было приятно снова увидеть знакомых персонажей спустя столько времени. Вторая часть четвертого сезона выйдет 12 сентября, ждать недолго, что не так уж плохо. Но задумаешься, почему бы не выпустить все сразу? Это было бы намного удобнее. Итак, вот и объяснение концовки первой части четвертого сезона «Эмили в Париже». Если...